Госавтоинспекторы всерьез взялись за водителей двухколесного транспорта. Именно они в последнее время представляют наибольшую опасность для всех участников дорожного движения. За последний месяц к административной ответственности привлечено 64 водителя мототранспорта. 64 потенциальных участника или даже виновника ДТП, последствия которых могут быть необратимы. К счастью, этим летом пока обходится без летальных исходов. Зато травмированные есть. В Заречном зарегистрировано уже 4 ДТП, в которых пострадали люди. Причины происшествий банальны до безобразия. Сел пьяным за руль, был невнимателен, ехал не по правилам. Неудивительно, что к скутеристам остальные участники движения относятся крайне скептически. Шумно, опасно. А своим внукам, может быть, купили бы скутер? Он сам себе купил и ездит. А вы как к этому относитесь? Тоже отрицательно. Переживаете? Ну а как же. Ужасно ездит вообще противник и считаю, что должны получать какие-то права или учиться хотя бы, чтобы соблюдать элементарные правила. Причем этим правилам в Заречном легко можно обучиться. На базе ДСААВ давно организовали курсы для желающих стать грамотными водителями скутеров или мотоциклов. Правда, спросом особым они пока не пользуются. А жаль. На базе мотосекции мы как бы всегда приглашали и сейчас приглашаем. Это по поводу технической оснащенности, технического ремонта, обслуживания мотоциклами. Проводим совместно с ними, пытаемся проводить соревнования и по фигурному вождению, и навыкам мотоциклов, в том числе и приобретение навыков. Это по правилам дорожного движения. Здесь же объяснят, что такое экипировка настоящего байкера и зачем она нужна. Об этом байкер со стажем Игорь Насачев знает не понаслышке. Сам не так давно попал в серьезное ДТП. И, к счастью, не пострадал. Весь удар на себя приняла защитная одежда мотоциклиста. Представляете, допустим, царапины, которые здесь могу вам показать. Это то, что могло быть у меня на голове. Это кажется вроде бы мелочи, но если голова открытая, то есть падение достаточно серьезное и травмы достаточно серьезные я бы получил. Экипировки вообще мотоциклистов, скутеристов, ее мало не бывает. И, скажем так, чем более по максимуму используется экипировка, то последствия падения, они сводятся до минимума. Вот так в идеале должен быть экипирован настоящий владелец двухколесного железного коня. Теперь вспомните, как часто вы на улицах города видели скутериста или мотоциклиста хотя бы в шлеме. Само собой, амуниция для поездок на мотоцикле стоит недешево. Позволить ее себе может не каждый. Можно обойтись обязательным минимумом. В любом случае, экономить на собственном здоровье не стоит. Все-таки минимум это черепаха либо куртка, перчатки, колени должны все иметь. Жизнь дороже всего и защита прежде всего. Скутер, мотоцикл, велосипед – это все двухколесный вид транспорта, на которых, в общем-то, сейчас очень много, с каждым годом все больше и больше ездит людей. Молодежь, кстати говоря, очень много начинает ездить. Я это приветствую, все, но когда скутерист относится в первую очередь к своей жизни таким образом, вот как можно увидеть, да, там носится скорость. Ездит без шлема, без перчаток, без экипировки. Возможно, пока скутеристы чувствуют некую безнаказанность, потому и позволяют себе на дороге больше, чем положено. В следующем году ситуация изменится. В силу вступит закон, обязывающий водителей скутеров и мотоциклов иметь при себе соответствующие документы и экипировку. А пока придется надеяться на благоразумие, если не их самих, то хотя бы их родных и близких. Светлана Демина, Игорь Войдаков, Владимир Полищук, Андрей Яркин, телерадиокомпания «Заречный».